Кстати, друзья, хочу вам показать. Я постирал куртку. Это пуховик. Сейчас, секунду. Это мой зеленый пуховик. Посмотрите, кстати, как наглядно видно. Вот эти комочки, это мех, ой, пух, который вот внутри образовывается. Обалдеть. Я, кстати, сам первый раз вижу. Через свет никогда не смотрел. Представляете? Поэтому, конечно, если у вас нету сушки и чем разбивать пух, то, наверное, вам пуховики стирать не надо. Потому что вы потом замучаетесь его разбивать. Ну, я в шоке. Подождите, давайте здесь на цвету. Потом я вам покажу, что получилось. Просто ветровка. Конечно, этим тоже нельзя злоупотреблять. Потому что мех лучше не становится от того, что вы его часто стираете. Но, тем не менее. Напоминаю про теннисные шарики. Бросаем их туда. Так, мне должно было быть пять. Все хорошо, конечно. Потерял шарик. А, вот он. Все. Вот так бросаем. Режим только сушка. И вперед. Сейчас она покажет, сколько она будет стушить. Ее вот здесь она определит по весу. И вот таким способом он его, эти шарики, разбивает. И вы не представляете, какого объема я вытащу этот пуховик. Я все-таки хочу дождаться. Показать, сколько... Сколько она по времени будет. Я, конечно, хочу потом в конце зимы постирать свой длинный час. Все. Она нагревается сейчас там. И горячим воздухом Будет ее... Вот. Мне просто... Куртка-то короткая. А как стирать вот такую длинную? Смотрите, тоже, которая с Пухин. Даже не знаю. Ну, ладно. В общем, через час покажу вам. Так, друзья. Как раз я отъезжал на часик. Она уже, кстати, закончилась. Но она сама продолжает ее распушать, так сказать. Поэтому... Да прекрати истерику. Ну, чего ты? Чего ты начинаешь-то? Внимание, друзья. Достаем. Достаем этот воздушный. Помните, да, какой он был? И теперь какой. Ох! Он аж прямо пышет. Каким-то здоровьем. Так, подождите. Помните, какой он был прозрачный? А это каждая... Это... Он как будто его... Знаешь, как шарик надо было? Знаешь, как шарик надо было? Конечно, Юникло просто лучший, я считаю. По пуховикам, по наполнениям. Вот такой вот он. Чистенький, как новенький. Ему уже, наверное, год-два. Ничего не лезет. Класс. Все, показал вам, рассказал. Я с ним сейчас и пойду. Все, увидимся. Доброй ночи, дорогие друзья. Время показал. А теперь смотрите, что я смотрю. Цискоридзе, Байдерка, 2000 год. Ну, я вообще, конечно, так меня вставил этот балет, щелкунчик, что я теперь пересмотрел. Пересматриваю все. Вот знаете, просто забиваешь, Цискоридзе танцует. И здесь все. И Кармен, 2007 год. И, кстати, вот он сейчас уже, конечно же, не выступает, но он участвует в спектакле. Вот балет Михайловский театр, балет Танец в Сабо. Очень прикольно, кстати. Смешно так. Нормально все зависло. Я рассказывал, не знаю, на каком моменте там остановился, что сейчас, говорит, Цискоридзе не выступает, а вот он участвует Танец в Сабо. У него есть такой балет, артисты, балета Михайловского театра. Как прикольные. Потом что я еще посмотрел. И вот, кстати, мне тут лучше в рекомендациях выдает, как танцевала Волочкова в Молдости. Это Лебединое озеро. Но я вам хочу сказать, у нас это была еще ничего. Ну, крупненькая, да. Зато выделялась среди всех, понимаете. Ну, тяжеловатая она, конечно, тяжеловатая. И там в комментариях пишут, и даже так вот заходишь в комментарии, и сразу новой нажимаешь, и просто пишет комментарии, и пишет, сравните, та же партия Майя Плесецкая. Ну да, я зашел, конечно, сразу в сравнении оно все чувствуется. Вот. Потом что еще? 95-й год. Корсар. Тоже Цискоридзе. Волдианга. Блин, такая у него растяжка ног, вот эти вот прыжки, вот эти вот, вот, вот это вот, это вообще. Короче, я вдохновился балетом. Комментарии ваши все прочитал. там хороший комментарий был про то, что, конечно, Кремль это не балет. Рудольф Валентина, Нуреев, Вацлав Нежинский. танго из кинофильма, танго из кинофильма. Кругозор Балет И смотрю Серго Из этого Как он называется Сочинский Я их еще смотрел В 2010 году Когда они только начинали Непосредственно Каха Ютубные такие блогеры Которые сняли сериал Одни из самых первых были И Цискоридзе Ну да, ну что делать Жизнь такая Я всем интересуюсь Да, Тошенька? Мой мальчик Мой красавчик Че пришел? Поросенок Поросенок Тебе надо купать И стричь уже Ну зима, ну как у тебя стричь зимой-то? Все, ладно, ребят Доброй ночи Буду дальше смотреть, наслаждаться Рекомендую вам тоже погуглить А вот, кстати, фильм Контракт со смертью Рудольф Нуриев Посмотрите, документалочка Вот здесь Так, дорогие друзья Вот как я люблю, когда вот у вас Советы очень дельные А не потому, как Переставь обратно Кресло уже написали Там оно было лучше Кому лучше, не пойму Мне или Зрители Но вот за такие советы Я вам всегда благодарен Потому что Я купил землю Тут даже вот прям Вот он, прям на рисунке Вот этот мой цветок Для кактусов Кактусов и суккулентов Потому что у меня действительно Здесь, посмотрите Какая-то странная земля Мне она не нравится Абсолютно Слово продавался Маленький объем И купил вот такой вот Вы говорили Нужно такой, как бы Чтобы он был Пошире, так сказать Вот Я сажусь сюда Такой красивый, кстати Нашел мне так понравился По цвету Прям вообще подходит И под мою кухню И под везде Где бы он ни стоял Вот Поэтому вот За такой совет Спасибо И действительно Здесь нету Как бы вот Этой дырочки Куда бы, да Воздух проходил И вода уходила И дышала И все Ну вот это Мне сказали Такой Грунт Он со всеми уже делами Здесь ничего не нужно Добавлять Чтобы все дышало Сейчас покажу Как Как все сделаю Ммм Какая красота Поставлю поближе его Вот здесь Вот он мне Пусть стоит Здесь Окно напротив Света Я думаю Будет достаточно Все Какая красота Тут у меня Вообще Живой уголок Да? Тошенька Сыночек Тошенька У вас Понятно Ну и снова Здравствуйте Друзья Вот смотрите Кстати Я вот Упоминал Про Годунова Я не знаю В комментариях Я даже не заметил Что кто-то Про него говорит Может быть Вы даже не знаете Кто такой Годунов Александр Годунов Вот Вот вы Просто посмотрите На его Внешность И какие Сейчас Да? Вот то что я видел В Кремле Я именно Сравниваю с тем Что я видел Он тоже Сбежавший В Америку Но к сожалению У него Трагическая Судьба Он умер В одиночестве И В алкогольной Зависимости Хотя Барышников Это друг Барышникова И такой Вроде как и друг А вроде как и Конкурентами Они всегда были Вот Но Барышников Ему помогал В Америке Потому что Барышников Первый уехал И так короче В девяностом У него не сложилось Ничего Хотя просто Я считаю Что По внешности Он конечно Выигрывает Барышников По данным Таким Физическим Это он Танцует Дон Кихот С Натальей Макаровой Интересно Мне так все Это стало Всех Теперь смотрю Изучаю Так Кого еще Посмотреть Человек Который отдал Большому театру Я вообще Хотел посмотреть Дон Кихот В исполнении Цискоридзе Классическое ПДД Посмотрите Какой Есть Дон Кихот ПДД В исполнении Звезд Классического Балета А кто У нас Здесь Так Это у нас Людмила Семеняка И вот Пожалуйста Михаил Барышников 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 До сих пор Жив Живет Нью-Йорк У него Своя Школа Академия Целый театр Он конечно В Америке Стал Звездой Я так Рассказываю Для тех Кто не знает Мало ли Подождите 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 А кто А вот Кто-то другой Подождите Подождите Кто это у нас А это Васильев Максимов Конечно Тоже Я совсем Про не забыл Кстати На улице Как необычно Так Давайте дальше Если что Буду обрезать Потому что Вот На щелкунчик Не пришли Авторские права Что здесь Будет Непонятно Так Это у нас Кто Рудольф Мариев 73 Год Ну это Вообще Я считаю Что он Номер один Скандалист Конечно Жуткий Был С просто Сомерзительным Характером Но Гений Талант Тут уж И он Это знал Вы заметили Что все Балетные Вот это Про себя Знают И этим Пользуется Вот Кстати Еще Одно Нашел Видео Полунин Нориев Цискоридзе Корсар В ютубе Оказывается Очень много Таких Видосов Где Сравнивают Ну я считаю Что это Неправильное Сравнение Каждый Из них По-своему Ой Хорош Полунин Конечно Тоже Такой Скандально Известный По нему Фильм Снимали Он В Лондоне Учился В английской Балетной Школе Со скандалом По-моему Ушел Или Его Выгнали Он Талантливый В Москве Сейчас Живет Какой же я Везучий Вчера специально Поехал в магазин В твой дом Чтобы купить Стаканы Я их очень люблю Вот такие Двойные Стенки Двойные Для кофе Они очень долго Остывают В них Вот один Я взял такой С ручкой Взла Не хватает А второй Вот такой Ребристый Он без Ручки И вот Так Я что-то Залил Туда Воду И вот Обэту Задел И все Нафиг Я даже Ни разу Не попил Кошку А так Хотелось